всем привет дорогие друзья привет с вами сегодня буди enter на и мы сегодня будем записывать обзор на карту джесси джан для сделана она была судя по всему для макера для макера жан жанна жанна романа все мы знаем вот ну и начнем обзор ты на этой карте играл да немножко я побегу хоть ты будешь первый выражением немножко под традицию вначале видно то что здесь очень много всяких лампочек можешь меня из колонок чуть-то тише сделать вот здесь много всяких лампочек полосочек всего прикольный дизайн так здесь нам даются ракет и не дают две ракеты и телефон здесь может можно сделать вроде бы об но он не нужен дорожда божьем по тоже здесь никак полезно это стенка вроде не получается и принципе все что можно сделать заходят телефон так весь чернота и внизу такой пол и черный который видимо надо падать черные черный вот и на нем на нем вот такой круглая штуковина это у нас у нас это дизайн и вот видимо туда наверх нужно улетать да ну дают две ракеты сначала собственно телепорт как раз для но я самих попыток вот эти кусочки не они даже цельные я пока сейчас заметил то есть может быть можно как-то использовать ну кстати не знаю если только ловить может быть как с них рандомный об здесь но текстурного да это точно заверяю я это проверял хорошо здесь оба нету и в общем что-то сделать на ракетами мало что можно ну что летим вниз дотаем две ракеты нам дают плазму и с этой плазмой мы пытаемся подняться так островок безопасности так ты здесь вроде тоже стенка которая нельзя пройти тут внизу тоже стенка которой вроде бы нельзя пройти дальше вот видимо нужно наверх вот так вот подниматься и по кругу туда заворачивать перед сюда ракеты фига тут ракеты дают интересно они можно как-нибудь можно их как-нибудь здесь а тут дают ракеты потому что там триггер видимо натянут чуть чуть поближе к тебе получается и ты когда подошли в этот туман который перед тобой ты получаешь ракеты и тяги телепортируют обратно на ту платформу как же тут а так 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 я вернулся значит если я войду телепорт а вот вот то есть там дают уроки ты тебе чтобы ты если ты мало ли упал начал все сначала хорошо я поднимаюсь и и вот видимо туда сюда нужно залезть здесь либо туда либо туда зависит от стороны сделано универсально в принципе кому-то как удобнее ладно здесь мне кажется проще вот здесь подниматься сюда заворачивать по окружности сколько в состоянии проходить вопрос спорный на самом деле мне кажется ну это тестить все надо то есть эти теории если что на нас не кричите но все это тестить надо здесь у нас стенка и подъем наверх дальше и видимо заворачивать то надо попробуй глянь что там так я опять на этой платформе стены до кривоватый немножко оплата плана но если да вот тут название нам не дают второго шанса тебе да ну то есть тебе много можно банков триггер ставить вот вроде как дают в общем-то по стенам насколько я успел поиграть и понять в принципе то вот эти стены которые окружные да как бы ну которые закругляются они их надо проходить камышку переставлять немножко раньше чем сам поворот тогда ты не врезаешься по идее да и здесь какой-то странный поворот прямо 90 градусов сложно очень будет поворачивать я не пробовал посмотрим здесь можно за по другой не составит туда в принципе дальше у нас куча плазмы нам туда мороз кучи плазмы здесь можно сделать так мы появились вот вон там был старт вот пошли наверх поднялись и телепортируйте сюда нам нужно дальше видимо куда налево справа у нас до лежат патроны как раз таки которых возможно не будет уже к этому винту хватать зависит от ваших от вашего количества покупок интерес простенькая плазма я даже не смог пройти ты изначально высоко наверно просто взял вот ты перелетел кстати справа там что-то встал о квад нет никаких килл триггеров здесь на сколько секунд дает я не знаю я кстати не брал 30 секунд дает видишь уже народ подтянуться мы немножко задержались не успели сейчас еще раз за туда дойду ну карта такая исполнена в мрачноватом стиле принципе как я почитал комментарии кому-то понравилось кому-то нет мнение абсолютно разделились кто-то спорил про надобность этого квада вообще нужно с ним ли проходить и без него здесь принципе я думаю что можно его 10 постараться пройти ну можно с выходом из телепорта мне кажется забудьте и об стену а там вот здесь вот что то есть а там вроде как небо просто хорошо дальше у нас опять неподъемный без дабл джампа такая ну это я думаю привык у 3 скорее все сделано чтобы у 3 не парились тоже особо так триггер колок и написано джамп наверно туда нужно ну вот принципе я добрался до финиша роман best matter of the world кто согласен плюс камин ты ну ладно ну давай ты попробуй и принципе я и немножко играл сказать жаль обувь нет сейчас было эпично я прошел такой потом пролетелся ты же говоришь что их а нету 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 на карты и на карте тоже нету не получилось слишком рано корректы ну карту не знаю как-то в целом на секунд 20 даже не глядя топ в принципе я хотя я его конечно видел и по первым ощущениям как-то на секунд 20-25 примерно здесь можно делать вот так вот допустим как вариант тут уже до плаза ну примерно вот так это наверно должно выглядеть не знаю посмотрим на самом деле такая неплохая карта в принципе где-нибудь здесь можно что-нибудь еще срезать срезать я думаю можно попробовать с квадом но раз попробовать пройти тут с квадом разве что вот этот момент будет намного быстрее то есть а ну кстати скорее всего с квадом даже да по идее по идее можно вот не знаю попробуем предсказать путь овчаркин овчаркин тут топ-1 в цп он мог в принципе по этой стене делать также буш по этой стене потом плазмить и запитать на квад я не уверен что за ней вообще плазмить я подумал как на джампа завернуть далековато бусты плазмоджам и нет что-то далековато но скорее всего надо плазмить честно даже не знаю посмотрим на самом деле 19 секунд очень интересно в комментариях тоже удивляюсь на комментарии частенько мониторю чтобы в курсе о чем вообще народ там думает ну в общем то такая вот карта прикольные текстурки не знаю немножко темновато каверит энтер у меня в моем движке на разных движках играем немножко на его движке темно на моем светло не знаю с чем это связано но в общем то поделать да ну что давай досмотреть демки тогда да давай посмотрим что нам предложила молодое поколение и не только а я сейчас найду карту одна инвалид демка есть в принципе демок достаточно много я бы сказал демок за 27.7 ее в конце будем смотреть или да да инвалидную в конце посмотрим хорошо итак топ самый последний VQ3 это у нас 32.2 да да вроде рикошет Австралия play рикошет как рикошет наверно да может там как рикошет играет интересно ну давай посмотрим как у нас проходил VQ3 немножко не попал рокетом куда нужно ну так вот про скользит халтура какая-то то есть он как будто бы не особо старался но мог поймать все-таки рокеты на старте по сути мог бы постараться и поймать допустим ну вот конкретно поймать и дальше пройти в принципе это замечание небольшое в целом плане вроде как ровно да вроде ровно таких нету прям вот чтобы неправильный угол кажется да я включу да вот эту штуку ну что же дальше феос 30 и 032 быстрее на 2 секунды play феос ну давай феос покажи у нас удиви нас правильно словил сразу два ракета да но словит по моему все равно не очень хорошо ну кстати классно да сделал немножко остановил клим чтобы завернуть пораньше сюда ну и тем не менее это уникально как минимум то есть у них не могут есть вот эта прожилка то есть может и опять что-то очень высоко поднимался надо было раньше переключать но он хотел видишь верхнюю замку рамку получается зацепить чтобы его толкнуло но возможно он даже не тестил вариант чтобы он сам ну то есть заранее начал поворачивать поэтому на этом остановился мы не знаю давай посмотрим дальше делегата россия москва 28 6 быстрее еще на полторы секунды play делегата нас удивляет в принципе постоянно посмотрим очень интересно ну карта такая в целом динамичная как мне кажется он не успел подпрыгнуть на два ракета хорошо словил да кстати неплохо повернул здесь недочет конечно небольшой от матера я думаю вот где ты говорил два прямых угла хорошо сделал джамп перед рамбой прямо прямо перед ней то есть достиг максимальную максимальную вертикальную скорость и в принципе очень быстро добрался до верхней рампы дальше декус россия 28 5 play быстрее на соточку грубо говоря чуть-чуть да ты как будто знаешь отходил или запилаем чай сделать пришел такой ну ты видел да мышку вначале как бездыханно и тут вдруг задергалась ой как еле-еле обратно ну все равно то что кстати уникально я думаю он именно так всегда проходил почему так было удобно наверняка не всегда очень очень близко даже не всегда получалось ой джамп не нажал да кажется да на что вроде нет нет по моему нет вот декус уже или декас декас я не знаю как честно говоря он вот уже не использовал верхнюю рампу и возможно на этом еще выиграл в делегата то есть он начал сам далее раньше да дальше 2 корж быстрее еще нам 0.6 я смотрю там шмыга присылал даже очень интересно шмыга давно не присылал проходил по левой стороне да в принципе через даже стенку ну возможно это быстрее смотря ведь какой угол поставить тоже там то есть если горизонтально под скорость набирать то есть возможно в уку 3 может быть там сложнее намного хотя может и нет и финиш ну в уку 3 кажется карта ой в уку 3 карта говорю плазма кажется больше немножко контролиться в плане вот этих подъемочных в уку 3 там себе можно затормозить очень быстро там нажимаешь кнопку пока прям резко останавливаешься в уку 3 там приходится в общем мучиться но все равно тоже можно одной кнопки в бок плазмить хорошо там прижимная силы идет большая вот ну ладно следующий я же мог короче куджимоши не пався сах он по-другому немножко назывался раньше вернем ну это он и короче это шмыга просто шмыга 26 и 3 быстрее на полторы секунды play вот кстати неплохие разрывы до 32 30 28 посмотрим меня здесь нашел эти полторы секунды хорошо злоил 2x пока не очень кстати хорошо по моему вот здесь он нормально завернул да вот он здесь наверно еще очень хорошо выиграл второй прыжок не получился тем не менее не стал перепроходить угол правильный кстати ставил опытный же игрок ему в принципе если он поставил неправильный угол не знаю стык и позор он бы просто не сделал хороший тайм дальше майкл rd россия или михаэль нише никоэль майк пусть майкл будет хорошо play 25 на полторы секунды где-то кстати давно его он в основном насколько я знаю такой системный игрок в дефраге то есть он помогает там с организацией дефраг в капа с каким-то другими момент но очень хорошо проплазмелся смотри я его почти по моему никогда не видел на компетишенах царь очень приятно и стоит от основных бог сейчас плазмила как раз это очень выгодно когда ты кнопкой в бок на вот таких резких поворотах пытаешься выправить но это такая уже для на мне кажется это со стажем приходит конкретно со стажем это надо чувствовать когда вот эту очень хорошо надо понимать какую-то и физику чтобы этим пользоваться ну как по мне бюджетные короче удачи да давайте следующее андет в интер 24 6 быстрее на полсекунды play причем это второе место уже да это по два а там мдф демка была моя пропустили вновь нет не блендер и жалит может ржан тоже в принципе хорошо звернул классно даже рассказал все пока очень хорошо прям приземлился перед рампой местный уголок подъем вверх можно было вниз плазнуть это был последнее место ладно то еще раз топ 2 grizzly 24 696 один и тот же тайм прям фреймы одинаковые поэтому два у нас топ вторых место на play поделились между свой амбеды и топ-2 в этой овчарки листера на немножко где-то он хитрил судя по всему что-то знает овчарки чего не знаю другие вперед стогал даже тоже ну с разворотом судя по всему тут видишь момент в принципе спорно вот сейчас два таких абсолютно по идее абсолютно разных роут и мы посмотрели а тайм одинаковый и вот представляете как насколько ты фрага вот он могучий в этом плане ну и топ-1 23,7,9,2 я от овчаркина из белоруссии play на секунду на целую секунду почти на секунду андедовцев мои-то времена ну посмотрим видимо овчаркину очень я так понял понравилась эта карта хорошо словил ракет и повернул прям два раза по стенке хорошо он прям перед рампой подзембил свет потолка помогал себе заворачивать потолок ему не особо по моему много дал так он мог бы по моему лучше сделать раньше ну бречь и повернуть да 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 мышку и может быть было побольше скорости в конце но это предположение это не точно да но это не точно ну в общем то поздравляем обчаркина стоп-1 выку 3 и переходим к си бдм да и переходим кmalsa если не скв� 29,2 на сво си и со ссикс и play не знаю как три читается он вряд ли напишет в комментариях рассуждение по этому поводу посмотрим очень плохо попала ракетами стрелка вперед не перпендикулярно видим новичок с ракетами ай-яй-яй че ты ладно ну зато с ракетами мне кажется это единственная демка кнопкой вперед пытался плазмить я предполагаю что это новичок который вес под фейком можно как намного придираться то есть например плазмить одной кнопкой вперед сложный ну да но так как чуваки из америки но в принципе все кто участвует как у кого мы постоянно видим на варкапах на компетенциях все ну вроде более-менее исправляются все играют про сша я не знаю что сказать по-английски разве что ты можешь оставить ему комментарий ты вроде как получше английский знаешь следующий заяц из ладки 27.7 плей я думал как это прочитать а ты такой спокойный заяц я думал блин серьезно вот тоже судя по всему новенький но очень очень приятно видеть новые лица хорошо словил да даже густ пытался сделать ну да ну ну слушай ну по корову как бы такой для новичка в принципе я думаю это очень хорошо ну и 277 молодец поздравляем и далее у нас на реку данный день 3 быстрее уже не последнее место уже пред предпоследний 26 43 коши австралия play может как можно не прочитать рикошей 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 надо узнать как он сам произносит нет я предположу что это от слова рикошет хорошо просто да да так и поднялся высоко и он завернул нормально по левой стенке полегче ну такой как не ламп в конце угол плазмы был слишком крутой по моему нам слишком направо взял да и плазма ему не давала скорости с такой не дал не давала максимально возможной скорости 25 и 8 быстрее на сколько там полсекунды play ну на 600 интересно здесь быстрее сходить с платформы или спрыгивать с ней кстати вот у меня по ощущениям кажется что с кружка надо было может мне кажется ну надо посмотреть как там телефон сделан либо ты можешь сделать тележамп из него можешь ты либо ты падаешь просто с воздуха быстрее будет сходить я думаю нет ты можешь делать как бы тележамп просто не прыгать ты можешь ввести мышкой набирать скорости ты быстрее соскользнешь чем будешь прыгать потом надо было обсуждать демку ладно я там подождите или джамп он же нет то есть тележамп без без джампа делать сделать прыжок резко направо-лево да как из ну как из телепорта вываливаешься просто может быть кстати ну посмотрим для думал ближе к топу там что-то такое будут делать просто у меня ощущение вот на последний данный что проще было просто прыгать из телепорта и каком-то плане мне кажется так было бы проще для более-менее новичков легче контролировать будут можно было мне кажется пешком они просто на выходят пошли я дельга до россия москва 25 и 2 быстрее на полсекунды вот на спрыжка делал спрыжка видишь тут падаешь вот плохо словил он тебе джамп как раз делала наверное зря ну в общем то там надо смотреть на сами ну сделал путь это правой стороны бабу 100 хорошо крыгнул на рамку из правильный да 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 очень хорошо в принципе проползмел единственно вот и не словил возможно ему тяжело как бы дается этот трикс не будем прям наговаривать но работай над собой работой молодец вот сейчас у него выпрыг немножко неправильно потому что теледжамп это когда ты из телепорта двигаешь мышкой там три секунды и потом только делать прыжок ну как бы грубо говорят ты сликаешь выходя из телепорта ты здесь смысла в этом не было можно сразу да ну вот я про это говорю то что как бы нужно делать тележамп без самого джампа просто просликать эту поверхность нет смотри если без джампа да было бы быстрее но то есть если делать выпрыг без прыжка можно но просто данной демки можно было зайти в телепорта прям сразу прыгать даже не дергая мышкой ну да да ладно дальше торнер быстрее на 3 секунды 22 и 4 посмотрим плей да интересно что здесь можно придумать в принципе нормально словил очень медленно разворачивался ну да потерял спустя ну и вроде бы нормально так поднялся да про и пройдено в принципе хорошо и я заметил мне у меня бросилась прям в глаза то что он пытался везде взять минимальную траекторию то есть он когда поднимался первый раз наверх он старался сразу по юной туда когда в конце он ну там резко очень после первого повороток очень далеко в бок вылетел я не знаю можно быстрее пройти да ну там надо контролить это в принципе такой нюанс тонкий далее avenger двадцать один из семь плей да на 700 побыстрее он же как я с роде что я забыл забыл какой клан молода ну читер сразу и мячок это советский бифа герси застил они нормально получилось завернуть да ну вот он за контролем к условностям но можно было сделать но ни один нельзя можно было но нет зацепил и в принципе это у него наверно не знаю в сотки вены разобрал ну то есть если бы он старался ну то есть во-первых буст перед телепортом после телепорта и нормальный заворот после подъема наверх то можно было скинуть так неплохо ну ладно далее ю дмитрий россия что там урал я видел кавитаре он написал это не урал это урай ю дмитрий юрай а что такое что такое юра интересным замуж на можете юра и наверное нет нет юра и он именно юрай писал то есть это город и либо округ москве ваша но на 21 760 быстрее на два фрейма юра и ну давай покажу и дмитрий и дмитрий юрай давай хорошо хорошо ставил в руки ты хорошо вывернул помощи классный пуст хорошо сделал и сидят пуст про то может где ты забору брата он 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 стенку нету выбрал по левой стенке быстрее классно пройдено но реально мне окажется по левой стенке было бы быстрее немножко но мне так кажется потому что ближе а ты в конце последняя комната нет я имею виду там зубы выпадаешь из телепорта и где кван лежит перед ней ну вот у нас телепорта вышел делал лоб animusbust если бы он по левой стенке проходил не карту через задал когда чтобы да 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 то есть да 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 там был быстрее ну вот он возможно здесь и поднял очень много пройдено очень хорошо я добавил этот два я думаю без дел если вы не этот момент ну что же аншивен россия 24 побыстрее на 300 play как шевин приводится он шевин шевин не бритый что он шевин шейвов и бри бри не бритый ваша небритый у нас вечно здесь был по левой стене брата мил пожалуйста ну такой нюанс надо знать что и как лучше сделать надо тестить все вот реально вот на будущее всем всем на будущее тестите все любой у вас то есть рыкать развилка в дороге затестите посмотрите убедитесь что она не быстрее и играйте своей дальше ну очень поздно это не знаю может быть и быстрее кстати хорошо ладно к джамоши между быстрее по я вот не знаю быстрее ли этот разворот чем торможение стрелкой в бок и потом плазма я думаю знаешь как быстрее я думаю начинать быстрее плазмить по стене которая прямо и когда ты оттолкнешься от рампы то есть ты примерно посередине можешь находиться в это время ты можешь просто завернуть аэроконтролем то есть предлагаешь стенку что менять нет 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 то есть ну давай посмотрим потом зайдем к джамоши 21 и 192 play куджимоши он же шмыгал он же андет аэро кидок кинул андетов не братан я попробую показать куджимоши вот надо было звить вот по короче по которой прямо стенка получается тебя отталкивает рампа и ты можешь просто завернуть получается мне кажется там и не получится ну как вариант я не знаю но ты же это надо тестить ну по 5 он снова не словил эту рампу и не прыгнул перед не этим и но тем не менее 21 и 192 очень неплохой тайм прошел очень классно ну хорошие таймы я не знаю что ты с тобой сделаю будешь плохие таймином стать так хорошо следующее мил сайрекс пулс клим беларусь и обогнал он что шума он весь свой опыт но и шлифмиду под ногу до на 400 вышел 21 секунды многих обогнал очень странно как-то подбирал очень правильно стреляла ракеты чуть пораньше ну вот здесь как кстати заворачивал хорошо не понял получилось или просто нет пусты получился вот она левая стеночка она сыграла мне кажется свою роль а если бы аншевин да по-моему он же аншевин да вообще шикарно прошел до помощи или дмитрий дмитрий по-моему да если он проходил по левой стене он бы думал был бы на месте мило примерно не потому что очень классно и так топ-1 овчаркин беларуси 19 и 3 быстрее на полторы секунды даже больше чем полторы поздравляем тебя овчаркин сейчас посмотрим что как он здесь где он нарезал большой молодец в обе физики затащил много свободного времени видимо каникулы ученые значит хороший слою завернул видели мою побыстрее очень хороший густ он густом очень много да 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 то есть он все сделал просто хорошо даже не то же самое я поставлю таймскейл ну да разберем ну в принципе хорошо о чем говорил и прошел хорошо можно 7 постоянно он с прыжка также сразу до последовало до стрелял очень вроде бы хорошо прям идеально почти словил эти два и ракеты и потом вот кнопкой вправо он затормозил и двумя кнопками потом набрал скорости много прям перед рампой приземлился очень низкий поворот был это очень много времени сэкономил буст хороший вот этот буст на 900 офигенный им он очень много скорости набрал и здесь прям перед рампа приземлился дальше не зацепил уголок и очень хорошо в принципе с правильным углом до плазма до финиша вот чертинг большой-большой молодец за рулил в обе физики и посмотрим наверное последнюю инвалидную у нас 320 он был бы на получается 1 2 3 4 перед коджимоши был 6 на шестом месте долго получается если бы там что-то было правильное там настройки по-моему неправильно макс лпс и что-то еще хорошо ну давай play да я нажал play уже ты не сказал ну ладно смотрим как ты говори а я там досмотрю вот это он через всю стенку делал проход очень медленно получилось выйти очень интересно почему настройки неправильно ну то есть как получилось но может быть я не знаю отслалил раньше демки она медплеер поэтому они ничего себе не поставил вот ну вот как то так в принципе все демки просмотрели карты интересное сейчас я добавлю браузер да вот у него написано с в фпс 120 ком максу теста 20 не знаю почему он решил что так правильно в принципе вообще всем опять же на будущее все правила все настройки указаны прямо вот новости варка по есть сам внизу колоночка рулес то есть правило если с английского тут можно скачать правильную фраг версию можно скачать конфиг для оффлайна конфиг для онлайн то есть ну посмотрите внимательно не допускайте таких ошибок в принципе здесь можно скачать все демки посмотреть здесь отоверены все таймы которые место занял но и сейчас стартовал новый компетишен на карте люси энди автором тоже люси и карта стрейф в принципе отдохнуть после плазмы после всех этих роков безумных которые там были да ну вот в принципе на сайте дефокро можете все это посмотреть так ну что всем удачи тогда всем хороших 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 хорошей недели хорошего варка мы ждем вашей демки всем пока до всем пока